приветствую вас мои дорогие зрители сегодняшнее видео я расскажу почему отказался от сотрудничества с компанией автоазия почему перехожу на компанию ford japan view love вот покажу вам различную информацию касаемо покупки машины на аукционе японии которая будет для вас полезной разберем на конкретных примерах покупки автомобилей вот и самое важное что я хочу до вас донести это принцип по которому можно вычислять те компании которые работают честно и как бы все что они заявили по своим стоимостям услуг и прочим моментам она будет соблюдаться или соответственно как вычислить что они нехорошие товарищи и врут вам вот потому что за каждым так сказать не набегаешься таким фирм о чем этих фирм которые доставляют предоставляют вам услугу покупки машины из японии их огромное множество вот и соответственно на каждого обзор не наснимаешься не набегаешься сегодня грубо говоря они работают в одной логике а завтра они взяли и поменяли свои условия вот потому что это гибкое все в любой момент зашли они там свою программку на сайт на сайт поменяли настройки соответственно цифры вам другие будут высвечиваться и не могут вам в принципе говорить другие цифры вот позже кстати я покажу вам как это в реальной жизни выглядит как эти цифры у людей меняются вот давайте наверное начнем тогда съемка будет такая вы будете видеть экран который у меня соответственно здесь открыт на компьютере не всю область определенную под формат а вот соответственно плюс я себя посажу наверно в уголок на видео вот чтобы вы мать меня видели вот так вот боком не в этот не получится мне лицом к вам сидеть соответственно боком и буду рассказывать показывать вот начнем с того что почему я все-таки отказался от сотрудничества с автоазией как бы там не знаю все грязное белье так скажем перебирать не будем смысл в чем что я с ними познакомился больше двух лет назад когда себе искал через кого купить свой первый автомобиль на тот момент я их посмотрел проверил насколько у меня это получилось и мне понравилось что вроде как их математика чистая достаточно все хорошо сходится вот и с ними можно взаимодействовать вот первый автомобиль был куплен никаких шероховатости не было соответственно когда пришло время покупать а второй автомобиль я уже смотрел также на ютубе тоже разные компании так как по первой покупке у меня к автазе были не финансовые претензии больше такие с точки зрения качества услуги их и подхода к клиентам потому что мне бы хотелось чтобы они больше помогали выбирать машину больше помогали определяться со ставкой то есть сами там что-то подбивали по статистике ну чтобы это не просто было что я пришел со своими деньгами и мне надо их срочно просто потратить чтобы они мне их помогли максимально эффективно потратить на то что я хочу купить и соответственно вымутить тачку так чтобы она за классную ставку сыграла чтоб все было классно чтобы они разбирались по веномерам могли ее пробить там подсказать мне проходная непроходная что-то по комплектации туда-сюда, но когда я столкнулся с тем, что я покупаю немецкие автомобили из Японии, они ничего не знают по ним. Соответственно, что помочь не могут, приходится самому во всем разбираться, поскольку для меня это был первый мой Volkswagen, соответственно, пришлось все самому проникать и разбираться. Соответственно, когда второй раз я с ними задействовал, я уже понимал, что, как бы, в этом плане от них ждать нечего, но я уже стал намного умнее и больше знаю теперь про Volkswagen, и, соответственно, мне их помощь, так скажем, не нужна, уже со ставками там тоже знаю, как определяться, и все-таки куча уже опыта, так скажем, была наработана. Вот, и, соответственно, просто мне надо было ту компанию, с которой я четко отработаю, никаких лишних телодвижений не будет. Вот, в принципе, мы так и отработали, вот, и при второй покупке там был такой момент, что что-то они пытались немножко криво посчитать, я ему сказал, Влад, ну ты что, все нормально у тебя там точно? Ой, не-не-не, все типа ровно, сейчас все пересчитаем, тут чуть-чуть ее вернем, немножко неправильно насчитали. То есть они попытались там со мной чуть-чуть лопухнулись, так скажем, у них была шероховатость, но исправились на ходу. Соответственно, я как бы готов работать с теми людьми, которые даже, ну, если ошиблись, то готовы исправиться, там все нормально. Вот, и как-то сильно их рекламировать после вот парковки второго автомобиля желания не было, а потом я понимаю, что как бы я хочу третий автомобиль покупать. Ну и, соответственно, мне надо с кем-то повзаимодействовать, дай-ка все-таки с Автоазией, может быть, еще раз повзаимодействуем туда-сюда. И как бы предложил Владу, что смотри, как бы люди смотрят мои видео, в которых я особо вас не рекламирую, но все равно вас упоминаю. И к вам они приходят. Может быть, соответственно, сделаем коллаборацию такую, что я буду про вас рассказывать, а вы будете людям покупать тачки, ну, так, чтобы все было ровно, все четко, без всяких телодвижений, соответственно. Вот. И я столкнулся с такой проблемой, что Влад мне пообещал, что все будет чисто, да, и что скидку там это сделает туда-сюда. Вот. Но все равно у них на сайте, короче, в калькуляторе висит лишние расходы. Сейчас вам покажу. Вот, допустим, автоазийский калькулятор. Вот она доставка, типа, по Японии, да, и это за морскую доставку 75 тысяч йен. Вот. Позже я вам объясню, короче, в чем прикол. Но вот этой суммы не должно здесь существовать, потому что вот этих денег достаточно для решения вопроса. Вот. И, как бы, я договорился так, что для моих клиентов, которые придут от меня, зрители моего канала, случайные там, или неважно какие, то есть, как бы, каких-то там кодовых слов особо называть не надо, кроме там, что они от меня пришли или подписчиков моего канала. И, соответственно, Влад обещал с ними работать, не включая вот эту сумму туда. И плюс еще скидывая 5 тысяч рублей за свои услуги. Вот. Но проблема заключалась в том, что люди некоторые все равно заходили в этот калькулятор, видели вот эту вот сумму, и, соответственно, возникали у них вопросы типа, а что это такое, а как это так? И приходилось каждый раз объяснять, что те, которые люди придут от меня, они помимо скидки в 5 тысяч еще получают такую опцию, что они вот эту вот ерундистику не платят. Вот. Навязанную, так скажем, лишнюю. Вот. Я понимаю, что это какая-то нездоровая шероховатость там. Вот. Несколько человек через это прошли, по-моему, конкретно 4 человека купили автомобили. Вольво, два Тигуана и Тойоту. Купили Тейкар. Вот. И, соответственно, с ними должно было, он должен отработать до конца, как положено, ничего из них лишнего не брать. Вот. Но это стоило времени. Моего потраченного приходилось лишний раз разговаривать, созваниваться, все объяснять всем. Вот. Плюс достаточно длительное время я приглядывался к компании Front Japan with Love. Вот. Вот к этим вот товарищам. Вот. Я их, наверное, смотрел на протяжении последнего года, потому что просто мне, в принципе, было интересно, какие тачки кто сейчас возит из Японии. То есть я руку всегда держу на пульсе в этой теме. Вот. И смотрю разных. Тот же автозаказ смотрю. Какие-то еще компании. Не важно, кто мне попадается в кадр. Как бы я, ну, из этого видео выбираю нужную для себя информацию. Остальное пропускаем этот мимо ушей. Мне как бы не надо. Я посмотрел то, что мне нужно, и все. Вот. И, соответственно, когда я за вот этой компанией For Japan with Love смотрел, вот, наверное, на протяжении последнего года со мной общался человек. Вот. Один из моих зрителей и подписчиков. Кстати, привет. Вот. Который хотел себе тоже купить Тигуана. Вот. И у него как-то все не хватало в тот момент там посредством. Туда-сюда, тут курсы скакали. Еще какая-то ерунда. И он как бы тянул по времени. Вот. И потом все-таки он решился, что все, наверное, все-таки буду брать. Что-то там туда-сюда буду прицениваться. Вот. И я ему как вариант посоветовал помимо Автоазии посмотреть вот эту вот компанию For Japan with Love. То, что мне, в принципе, нравилось, что на тот момент они на Ютубе делали. Как они проникновенно относятся к немецким автомобилям. Что они получше разбираются, чем другие Владивостокские посредники. Вот. И посоветовал ему через них попробовать отработать. Соответственно, человек через них купил себе машину. Он купил себе Peugeot. Вот. И на сегодняшний день машина уже в Москве с номерами. Вот. Поставлена сегодня как раз была на учет. Вот. Он купил вот такого коричневого себе Peugeot на место Tiguan. Вот. Так как это оказалось ему приятнее, ближе, выгоднее. Вот. Tiguan уходили подороже. Вот. И, соответственно, грубо говоря, мы этих товарищей таким способом проверили, как бы как вживую, провели как будто бы контрольную закупку. Вот. Вот такой был выставлен там invoice. Здесь личные данные убраны. Вот. Оставлены только, соответственно, вот 19-й год, объем двигателя. Вот цена автомобиля на кнопки. Вот. Соответственно, плюс вот эта добавочная стоимость за перемещение от порога аукциона Японии до Владивостока. Это итоговый total price, соответственно, который платит клиент. Вот. И с этим invoice он съездил в банк, оплатил его. Вот. И компания forjapanvlove. Блин, у них капец такое название, которое вот замучаешься, выговорит, надо какую-то короткую, короче, аббревиатуру им. Вот. Неудачно с точки зрения маркетинга. Вот. А в таком, короче, Japan они работают. Соответственно, сейчас могу вам наглядно показать вот как выглядит price list этой компании. Вот. Тут у меня он сейчас в скринах. Вот. Ну, не суть. Я там как бы для одного момента это все делал. Вот. Я сделал выборку из него. И у нас получается там у него она куплена на ГОЯ USS. На ГОЯ USS. Смотрим. USS на ГОЯ. И вот она доставка. Вот эта стоимость, это уже полностью с морской доставкой до самого Владивостока. Вот. То есть, полный прайс, плюс еще аукционный сбор. И вот смотрите, если ввести его Джалом, транспортной компании, то это получается 112 тысяч иен. Если Marine Lane ввести, то 119 тысяч иен. Вот. И плюс еще надо посмотреть вот такую табличку. Вот машина стоит чуть больше полутора миллионов иен. Соответственно, на нее добавляется 30 тысяч. Вот. И так запоминаем там, грубо говоря, здесь у нас 112 либо 119 и там тридцатка. Вот. Машина стоила миллион 545. Соответственно, открываем invoice. Миллион 545. Машина правильно стоит. К ней прибавляется 149. И 149 отнимаем 30 за аукционный сбор и остается соответственно 119 тысяч. Вот. Что и составляет как раз вот эту вот стоимость. Вот. Как будто бы ее везли с порта Таяма через Marine Lane. Ну, как бы, я точно не знаю, через какую компанию морскую они везли. Вот. Либо через ту, либо через эту. Но по цифре похоже на вот на нее, соответственно. Вот. Не суть. Даже если вдруг там кто-то и намутил и повез вот здесь. Ну, соответственно, разница составит 7 тысяч иен. Копейки, короче. Вот. Капля в море. Позже объясню вам, кстати, про всякие капли в море. Вот. Где они могут теряться и как это все происходит. Вот. И человек получается купил себе вот такую машинку. Вот. Все классно. То есть компания For Japan Vivlove все правильно посчитала. Вот. Сейчас вам, кстати, покажу For Japan Vivlove свежий расчет. Допустим, их калькулятора, если открыть. Вот. Получается вот такая математика. Вот. Допустим, здесь я цифру стоимость своего гольфа вбивал. 19-й год. Вот. Но больше что нас интересует. Что, соответственно, здесь они вписывают 150 тысяч иен. Морская доставка. Вот. Что, в общем-то, бьется, наверное, в какой-то логике, да, с тем, что там в прайс-листах есть. Потому что здесь у них калькулятор так не настроен, что он каждый раз отсчитывает от расположения аукциона, еще от чего-то. То есть они какую-то здесь округленную цифру сюда забивают. Вот. Плюс у них в калькуляторе в принципе все расписано. Какие-то позиции похожи с автоазией по стоимостью. Допустим, брокер может отличаться на тысячу рублей. Вот. Перегон там может тоже отличаться. Еще какие-то. Ну, то есть основная вся сумма, это стоимость вашей тачки. Самая большая стоимость, самая большая сумма. Потом большая сумма это таможня. Вот. И потом уже пошли, соответственно, за услуги, сколько они берут. Вот на сегодняшний день они берут 35 тысяч рублей за свои услуги, за привоз автомобиля. Причем тут нет градации от того, сколько он стоит. Единственное, чего у них тут еще нет в калькуляторе, то, что они берут за прописку 10 тысяч рублей на Дальнем Востоке. Причем со слов Александра, с которым мы разговаривали представители компании, они делают реально настоящую прописку. То есть, когда через госуслуги со всеми заморочками. Автоазия делает какую-то фейковую там прописку, которая без делается захода на госуслуги. Вот. Плюс еще тут пересылка документов и прочие моменты. Я как-то вам показывал табличку с расчетами. В принципе, этот человек, который покупал данный автомобиль, он заполнял табличку с расходами. Вот. Для сравнения сейчас вам покажу. Сейчас уменьшим окошечко. Вот. Так вот, выведем. Вот мои расходы с Гольфа, которые у меня были, то, что я вам показывал в одном из видео, все подетально. Те суммы, те числа, которые сереньким, светлым, таким сделаны, они в общей математике в конце не считаются. И вот человек заполнил, соответственно, свои циферки. Вот она прописка на Дальнем Востоке, пересылка документов, заверенная копия паспорта. Ну и тут прочие расходы за то, что объем двигателя больше. Здесь таможня больше, утильсбор все вровень, как бы. А вот здесь, видите, чуть-чуть отличается СВХ, чуть дороже, но у меня просто раньше она покупалась СВХ, а потом подорожала. Вот. Услуги брокера здесь 9, здесь 8. Вот. Перестой на таможне, такой может случаться, как бы у меня там все было в этом плане нормально. У меня все 1000 рублей было лишнего, перестой вот на СВХ. Вот. Вывоз спорта на стоянку и перегон в Гранд-сервис. У меня, соответственно, видите, перегон в Гранд-сервис 6000 рублей через Автоазию, а здесь 4000 рублей. И вот, грубо говоря, вы еще 2 косаря экономите на том, что логистика у них выстроена по-другому. И на тот момент комиссия компании составляла 33 тысячи рублей. И опять же, можете видеть, как растут аппетиты у всех компаний. Я не могу сказать, что Ford Japan Vivlove это такая идеальная контора, прям божественно чистая и классная. Вот. Но они работают намного чище, чем другие компании на сегодняшний день так. Вот. И рекомендую вам, неважно, когда вы будете покупать тачку, у кого вы будете покупать тачку, послушайте ли вы меня или пойдете к какой-то другой конторе. Всегда все записывайте, все перепроверяйте. Если даже ваш друг вчера там купил тачку, а вы потом через месяц другой пойдете покупать, не факт, что нифига вы прямо на тех же условиях купите, и все будет то же самое. Там уже люди могли испортиться за это время и начать мухлевать и что-нибудь добавлять, завышать цены. Вот. Можете как бы это наглядно увидеть, что сейчас они берут 35, а буквально вот пару месяцев назад брали 33. То есть уже прибавили. Вот. Ну, в общих, как бы, из общей массы они смотрятся весьма хорошо. Вот. Короче, математика такая, и получается, грубо говоря, почему ушел еще причина от автоазии. Просто и для меня это будет выгоднее. Я, если с ними буду взаимодействовать в чистом выхлопе, и будет разница там в 10-15 тысяч экономии на ровном месте. Чисто вот на расходах получается за саму комиссию. И плюс дальше по некоторым позициям тоже есть выгода. Вот. Из-за того, что логистика у них по-другому выстроена, они не капризничают, что им документы надо с ДЭКом отправлять. Допустим, Автоазия хочет именно, чтобы с ДЭКом отправляли, и, соответственно, с ДЭКом дорого, уже косарь лишний потеряли. Здесь косарь там, как бы, набегает нормально. Вот. Поэтому по прайсу, короче, так. Вот. И покажу вам еще интересный момент, что For Japan V-Love, я, как бы, за них сказал на канале, да, но я вам всегда повторяю, за всеми все читайте, смотрите, как бы каждый может испортиться в любой момент времени. Вот. И теперь смотрите, какая интересная история. Вот. Допустим, в какой-то момент времени я вот делал скриншот, получается, это 8 марта. Вот он, For Japan V-Love. И посмотрите, уже не 150 тысяч йен, а 170 тысяч йен. Вот здесь вот. Видите? А вот. И услуги не 33, как тогда были, пару месяцев назад, а 35. Соответственно, уже ситуация поменялась. А вот еще ситуация с For Japan V-Love. Вот. Можете видеть. Вот она и это. Это мои скриншоты, которые я в какой-то момент времени себе собирал. Вот 15, 11, 23. То есть, чуть даже раньше, тот человек купил себе этого коричневого пыжика. Смотрите. 120 тысяч йен. Вот. Здесь 33. Вот он, For Japan V-Love. То есть, вы можете прекрасно видеть, как со временем меняется вот эта вот стоимость. Понятно, что у компаний, которые предоставляют, международных или внутри японских компаний, которые предоставляют эту услугу, стоимость тоже меняется. Вот. Какая-то, да. Но не такие же качели огромные, что аж было то 150, то 170. Вот. Поэтому всегда надо все смотреть, перепроверять. Вот. И, ну, как бы, мало ли, может, конечно, калькулятор, они себе так забивают, а потом уже более конкретно расчет, потому что все эти калькуляторы, они только для приблизительного расчета, потому что они не учитывают, с какого аукциона идет, там, через какую морскую компанию пойдет и каких-то еще там тонкостей эти калькуляторы не учитывают. И, опять же, даже здесь тоже нету прописки, вот, еще каких-то мелочей. Ну, то есть, это так, пристрелочная цена плюс-минус полто, грубо говоря, или что-то типа того. Но, опять же, и расчет производится на момент, какие курсы на тот день стоят. Если курс пляшет, даже небольшая игра курса может для вас вылиться и в 20, 30, и 50, и 100 тысяч рублей на выходе. То есть, вы должны быть готовы к тому, что цена, когда вы покупаете на аукционе, да, вот, она может плясать, потому что вам дается там до 5 дней для того, чтобы платить инвойс. И, соответственно, если вдруг курс отыграет, и вы пойдете платить по более дорогому курсу, вы заплатите дороже. Отыграет вниз, заплатите дешевле. В следующий момент, когда она дойдет до таможни, соответственно, опять, если за это время курс подскачет во время захода на таможню, вы попадаете, что платите дороже. Соответственно, упадет, вам повезло, платите меньше. Вот, про это рассказал. Вот, выборы, переходы. И сейчас, в общем, попробуем повзаимодействовать. Можете давать мне обратную связь, кто уже взаимодействовал. В принципе, обратная связь сейчас идет. Люди пишут мне в телегу, скидывают свои там инвойсы, таблички заполнены, еще что-то. Вот, и, соответственно, я потихоньку собираю себе информацию по этим всем компаниям, кто себя как ведет. И, в принципе, на эти компании можно влиять, если вдруг кто-то нехорошо себя ведет, да, общественным мнением, так скажем, снять про них видео на YouTube, выложить и, тем самым, на них надавить. Вот, сейчас еще расскажу, наверное, как другие компании что-то мутят. И заодно вам такой момент расскажу. Ко мне обратился один из зрителей моего канала, вот, который не осмелился брать машину в Автоазии, вот, и взял ее в Японии Транзит. Вот, его зовут тоже Егор, это моя тезка. Так вот, удивительно совпало. Вот, и он обратился в Японию Транзит. Вот, я тут, ну, немножко начал собирать в последнее время по компаниям всякую наработочку, так скажем, да. Вот, и он решил себе взять Гольфа, вот, пристреливался, тоже спрашивал, за сколько я взял. Мы там, ну, нормально так с ним попереписывались. В общем, смысл в чем, что он все как не пробовал что-то там присмотреться, у него все сумма не сходила, все получается прям значительно дороже, тысяч на сто, там, на сто пятьдесят, что-то такое. Ну, короче, никак он не может ту сумму, в которую я себе купил Гольфа, подобного Гольфа себе взять. Вот, и это он все делает, вот, с Японии Транзит, вот, кусочек их логотипа висит. Ну, вот, кто-то может по скриншоту узнать их там, как у них выглядит их сайт. Вот, соответственно, у него не получалось. В итоге, все-таки, он, короче, купил через них машину. Вот, ему выслали инвойс, который он должен был оплатить, и он этот инвойс скидывает мне с просьбой, типа, глянь, там, типа, не налюбили ли меня. Вот, соответственно, я этот инвойс посмотрел. Вот, вот он этот инвойс. Сейчас, не знаю, делаем его покрупнее, там качество, конечно, не очень. Вот. Лишние данные, так скажем, здесь вот я затер. Вот, Зайцев Егор. Вот, можете видеть, из Владимирской области город Владимир. Вот, вот он купил свой Volkswagen Golf 2019 года. Вот его цена на аукционе. Вот, агентская комиссия. Это то, что хочет 50 тысяч йен себе взять Япония Транзит. Доставка в порт. То есть, это то, что внутри, типа, Японии, внутрияпонская доставка 140, типа, тысяч йен. Это уже, сразу же, уже залет. То есть, по этой же цифре, по-первых, уже видно, что товарищи мутят. Вот, объясню вам. На сегодняшний день, вот, как и, в принципе, там, не знаю, сколько-то месяцев назад, или, может быть, сейчас, сколько-то месяцев вперед, в среднем доставка из Японии, с японского любого аукциона, от его прям порога до порта Владивосток, обходится в районе, там, 110, 130, 120 тысяч йен. Что-то вот такое. То есть, от 110 до 140 тысяч йен. Полностью все. А они только, и получается, доставку только внутри Японии 140 влупляют. Следующая позиция. Морем до Владивостока еще сотка тысяч йен. Соответственно, вот, лишних 60 тысяч рублей пристряпали. И, потом, страховка. Еще 50 тысяч йен. Запомните, не существует никаких отдельных страховок. Все ваши покупки и так застрахованы. И все эти компании, которые вам перевозят тачку, они так несут за это ответственность. То есть, вот этот полтинник, это еще одна позиция на Любилова. Ну, и при курсе йены, там, 60 с небольшим копеек, грубо говоря, вот, 90 штук просто пристряпалось сверху к покупке автомобилей. И ясен пень, что ты не уложишься с такими приколами в те суммы, за которые покупают другие люди, которые купили чисто тачку без лишних наценок. Вот, соответственно, человек оплатил этот инвойс. Вот, я ему объяснил, где есть проблемы. Он в Японию Транзит обратился с тем, что, смотрите, вы, мне кажется, меня обманываете, неправильно посчитали. Вот, ему говорят, что, типа, ну, как ты докажешь, что мы тебя обманываем, соответственно, все нормально, вот мы тебе все правильно посчитали. Соответственно, я тут сделал такой финт ушами, поскольку я знаю, что куплено это все дело через IND Group, вот, для того, чтобы доказать, что они посчитали неправильно, надо найти прайс-лист этой компании. Вот, соответственно, тут следующий момент, интересно, начинается. У части компаний, которые привозят тачки вам из Владивостока, у них есть свои какие-то прайсы, плюс вот этих международных или внутрияпонских компаний, которые везут машины, тоже свои прайсы есть на сайте. А у некоторых компаний, они скрыты. То есть, ты не можешь возойти просто быстро на сайт, и быстро там где-то на поверхности тут его найти. Тебе надо обязательно, ну, то есть, какие-то танцы с бубном совершить, чтобы его найти. И это делается не случайно, а делается специально, для того, чтобы обычный потребитель не мог быстро перепроверить всю эту информацию, соответственно, и как бы выявить вот эти мутные моменты. Вот, но я вышел на связь с Японией, вот, додолбился, так скажем, достучался до них. Вот, оттуда мне ответил вот такой товарищ, представитель этой IND Group, вот, можете видеть. И, соответственно, я с ним перезвонился, переписался. Вот этот 13-минутный разговор с ним практически весь был записан на аудиозапись. Вот, вот он отправил мне прайс-лист компании. Вот, и, соответственно, это был вопрос про страховку. Видите, в инвойсе никакой страховки нет. Ну, там, возможно, что-то та-та-та, но это все лирика, короче. То есть, он уже здесь подтверждает, что никаких страховок отдельных в инвойсе быть не может. И вот он прайс-лист этой IND Group, и вот из него скриншот, который я делал, отправлял человеку для того, чтобы он мог начать уже с Японии транзит диалог по поводу того, что его пытаются налюбить. И вот, смотрите, у него тачка была куплена на USS Tokyo, так же, как у меня. И вот она стоимость, всего лишь 80 тысяч йен, но это перемещение именно от USS до порта. И плюс еще доставка морем во Владивосток должна быть. На этот вопрос я вам покажу вот такой вот устный ответ этого товарища, который я записал здесь. Сейчас прибавлю звук. Так, а морской фракт? Ну, то есть, грубо говоря, тогда весь коридор сколько будет занимать? От аукционного порога до Владивостокского порта сколько тысяч йен выходит? Получается где-то 110-140. Фракт сейчас от 300 до 400 долларов, в зависимости от порта отпуска. Вот смотрите, он говорит как раз там, что от 300 до 400 долларов, но в среднем составляет 350-370 долларов. И получается как раз та же самая математика, что у компании Автоком, вот если там доллары перевести в йены, как раз вы и получите там коридор в районе 140 тысяч йен. То есть, получается, что вот эти позиции, которые 100 тысяч йен и вот этот полтинник, это лишнее. Соответственно, отправив вот такой скриншот человеку, вот Егору Зайцеву, он переслал его в Японию Транзит, попробовал с ними поговорить. Они все-таки поняли, что они не правы, что уже пахнет жареным. Вот, и, соответственно, сказали, что отдадут ему обратно эти 90 тысяч рублей. Вот, пока на сегодняшний день он еще мне не сообщил о том, что они ему отдали, но как бы они уже поняли, что люди здесь не пальцем деланные, знают, где зайти и как их проверить. И, соответственно, должны будут вернуть ему 90 штук. Потом, соответственно, когда это произойдет, если он мне сообщит, вот я вам в одном из видео расскажу об этом. Но вот так каждому помогать, я замучаюсь, соответственно, бегать. Вот, если у вас, ну, вы попали в какую-то подобную ситуацию, можете мне скинуть в телегу, будет время у меня, если возможность. Я посмотрю, постараюсь вам помочь. Но, как бы, вы должны сами усвоить правила, как это работает. Соответственно, вот такой механизм. Вы должны знать прайсы, где их взять, достать туда сюда. Но, если не хотите заморачиваться, просто запомните цифры. Доставка от порога Японии, вот, японского аукциона до порта во Владивостоке, это где-то на сегодняшний день 110-140 тысяч иен. Вот, и вы будете, соответственно, понимать, дурит вас компания или нет. Остальные все расходы тоже лежат на поверхности. Или, там, через ТКС-брокер можно таможню проверить и прочие моменты. Ну, или смотрите таблички, считайте. В общем, здесь, короче, я вам дал информацию. Вот, и вот с этим менеджером, которым мы разговаривали из Японии, вот, он, ну, достаточно откровенно, нормально со мной разговаривал. То, что я подал себя, как человек, который хочет заняться этим бизнесом, и, соответственно, мне интересно, там, что они делают, какие у них условия, туда-сюда. И он сказал, что если у тебя медийка хорошая, ты можешь к нашему инвойсу пристряпывать свои любые цифры, мы тебе их впишем, а потом бабки, соответственно, заберешь в Японии. Ну, вот, те, которые вот осядут лишние, соответственно. И вот уловите мысль мою о том, о чем я раньше уже пытался говорить, и тем, кто ко мне обращался в телеге говорить. Когда вы стремитесь попасть на эти услуги к компании, их самой раскрученной, самой крутой, типа, допустим, автозаказ. Я пока, ну, они, так скажем, еще в проработке, у меня есть люди, которые уже по ним давали какую-то информацию, да. Но пока сегодня мы о них сильно говорить не будем. Вот о них, грубо говоря, очень большая подписная аудитория на Ютубе, они такие все раскрученные, туда-сюда. И, соответственно, за счет вот этой медийности они могут туда добавлять максимальную стоимость, закидывать, потому что у них и так оборот есть, у них и так все. Все классно. И вот этот менеджер сказал о том, что если у тебя классная медийка, ты можешь там дурить людей, грубо говоря, как хочешь. Накидывать любые цифры, все равно найдется тот, кто купит твои услуги и схавает все это, короче. Вот такая, короче, история. Потом давайте, наверное, еще немножко скажу о других каких-то компаниях, кто мне попадался на глаза. В свое время, вот я хотел с Нахара Авто даже повзаимодействовал. И с этим парнишкой, который в Японии живет и тусуется, там бегает по аукционам. Вот я пытался разговаривать, я говорю, давай мне привезем Volkswagen из Японии. Он мне такой, да пошел ты типа нафиг. Я вообще типа не хочу этой шляпой заниматься, я вот хочу только заниматься японскими тачками. Ну, во-первых, он сразу повел себя не как грамотный бизнесмен. Ему какая разница, какую я тачку себе покупаю. Я ему плачу бабки, ты делаешь свою работу. Вот он уже заморосил, вот так в тот момент себя повел. Уже как бы у меня к нему появился негатив. Если вы посмотрите, вот я делал для себя скриншот. Он был сделан 15 ноября 2023 года. Вот здесь была какая-то стоимость забита, соответственно. И вот смотрите, расходы по Японии. 80 тысяч йен, как бы более-менее адекватно. Фраг до Владивостока, соответственно. И еще 80 и того на круг уже 160. То есть мы уже вываливаемся из 140 тысяч на 20. То есть уже превышение. И дополнительные расходы от стоимости авто. Хренак, еще 70 тысяч. Что это за такие интересные расходы? При такой стоимости автомобиля, вот такой вот, соответственно. Где там, короче, полтора миллиона йен с хвостиком. Тут должно быть 30 тысяч, а не 70. Соответственно, вот он еще пристряпал лишние 40 тысяч йен. Итого уже 70 тысяч йен лишних тут пристряпано. Таможенное оформление 78. Ну, тоже что-то дороговато. В принципе, на круг у других людей выходило на тот момент 60, там 60 с копейкой. А тут 78. И вот он, смотрите, какой классный пацан на хара авто. Вот, на ровном месте он, во-первых, и комиссию полтос берет, жирную, хорошую. Значит, тут чуть-чуть щипнул, тут чуть-чуть укусил, блин. И вот тут еще чутка. И, соответственно, себе сделал счастье. И по факту его комиссия нифига не 50. Там вся сотка, может быть, сидеть в итоге. Вот, про него вот так. Мне он, короче, не нравится. Я бы не стал через него работать. Вот, пускай он ищет своих клиентов. Вот, обратил тут еще внимание на аукцион кар. На вот эту вот команду. Пока я их никак не просчитывал. Нет, они просто, короче, попались у меня на глаза. Надо будет как-нибудь обратить потом побольше на них внимания. Вот, допустим, Азия импорт из Омска. Сибирячки, землячки мои. Тоже недавно смотрел одно из их видео. Вот у них тут какой-то был расчет. И вот, смотрите, расходы по Японии 99 от, от. Хотя это нифига не от. Для многих позиций это будет верхний предел. И место на судне фрахт от 50 тысяч. То есть, грубо говоря, вот у них тут уже 150 сидит. Ну, если округлить. То есть, они уже заявляют, что они берут больше, чем надо. Максимальные планки уже на десятку. Но они тут пишут от. То есть, грубо говоря, они вам потом насчитают. В инвойсе тут еще везде по десяточке, по двадцаточке накинут. Им будет прям все окей. Вот. А вот другой скриншот из их калькулятора, который делался ранее. Соответственно, если это был свежий скриншот. Вот буквально на днях я его сделал. Вот. То вот этот давнишний скриншот прошлогодний. 17 ноября. А вот. Пока я ждал, так сказать, свою машину. Он фигней страдал. И вот, смотрите, здесь у них те же самые цифры. То есть, за это время у них ничего не поменялось. Как они работали по данной схеме, так и работают. А вот все у них классно. Вот. Азия импорт. Соответственно, можете, грубо говоря, понимать, что вот здесь вас, скорее всего, натянут на денежку. А вот. Если кто-то работал через такие или сякие компании, можете мне скидывать информацию. Я буду ее потихоньку, короче, собирать. Вот. По автозаказу пока там ничего особо не наработал. Короче, потом до него тоже как-нибудь доберемся. И один товарищ мне, как Тарьяна, в комментариях доказывал, что он взял себе тачку через Japan Auto. Вот. И там тоже все, типа, классно. Туда-сюда. Ну, смотрите, в чем нехороший сразу же первый момент, который вылазит. Они работают через МДК. У МДК нету легкодоступного прайса, который можно прям сходу выводить. И через них, кстати, работает автоазия. Вот. И некоторые меня как раз спрашивали, типа, а где у автоазии можно, ну, через кого они работают, и как можно быстро этот прайс найти? Ну, это тоже, соответственно, меня в тот момент огорчало, что мне, опять же, людям приходится что-то объяснять и доказывать, что, да, так, типа, все нормально, просто, ну, они так работают. Вот этот товарищ, получается, работает через ту японскую конторку, у которой прайс не лежит на поверхности. Вот. И можете посмотреть, как этот Japan Auto товарищ, вот, кстати, я с ним переписывался, очень дерзкий товарищ, дерзкий, прям базарит там в разговоре в телеге. Вот. Чуть начинаешь какие-то вопросы на водичке задавать, сразу так вот виляет, короче. Вот. И вот смотрите, какие расходы по Японии. 80 тысяч йен, вроде как, все нормально. И здесь 400 баксов, вроде как, все нормально. Вот. Но, что там по факту насчитают, соответственно, непонятно. Вот. Я бы тоже, соответственно, с подозрением бы относился к таким товарищам. Вот. И все 10 раз бы, блин, перепроверял потом. Вот. Комиссия у них, кстати, 45, типа, на пятеро меньше. Вот. И многие конторы пытаются заманивать клиентуру чем? Что они вот эту свою комиссию стараются сделать поменьше, а потом впихнуть остальное. Где-нибудь туда-сюда распихать. Вот. Так что вот такая вот история. Вот. Рассказал вам про разные конторки, кто что мутит. Вот. Про автоазию, коврики. Ладно, короче, наверное, дофига уже наболтал. У кого остались вопросы, пишите. Потом сниму следующее видео. Может, какие-то еще разборы сделаем. Вот. А пока на этом все. Скажу только, наверное, еще вдогонку. Вот. Серега, который делал мне коврики. Звук, конечно, не самый сексуальный здесь. Вот. Он режет как раз. Я снимал такое короткое видео. Вот. Вот мои ковры от Гольфа лежат. Вот. И вот он режет мне то, что делает. Я его пытаюсь сейчас уговорить выйти все-таки на Озон. Сейчас у него есть только на леворульной тачке, на Озоне ковры. Вот. Я его уговариваю все-таки быстрее начать, ну, чтобы в продажу поступили на Гольфа, на Тигуана. На самые массовые, короче, машины, которые европейские, немецкие идут из Японии сюда, чтобы ковры уже были в доступе там. Я надеюсь, он меня услышит и займет эту нишу. Вот. Так как он классно делает свою работу. Вот. И я ему желаю успехов в труде. Вот. Пока на сегодняшний день, вот на момент выхода видео, таких ковриков готовых на Озоне в его магазине нет. Вот. Ссылка на него будет в описании. Ссылка на пробивку по винномерам тоже, которая вам может пригодиться. И я оставляю под своим видео в описании ссылки на выгрузки по винномерам. Вот. Соответственно, если хотите сделать другим зрителям приятно, можете мне давать свои выгрузки по винномерам. Вот. Я их буду прикреплять в описании для того, чтобы люди могли сравнивать, как выглядят разные комплектации. Вот. И не тратить лишний раз там 300 с копейкой рублей на вот эту выгрузку. И что-то смотреть для себя, когда пристреливаются. Но когда именно выбираете тачку, всегда делайте выгрузку для того, чтобы точно определить дату производства и не попасть, ну, в момент с таможней проходной. И не проходной автомобиль. Вот. Ну, а я, короче, буду думать потихоньку продавать все-таки Тигуан или нет и покупать себе еще одну тачку из Японии и какую-то другую что-то пробовать или нет. Так что, спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Не дайте себя обмануть. Будьте грамотными. Включайте голову. За вас никто другой не подумает. Не всегда найдется человек, кто за вас будет бегать решать вопросы. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok